Здесь, наверное, похоронено больше 20 человек, человек 20, может быть, 25, потому что некоторых только увозили куда-то похоронить родственники, а в основном все здесь похоронены. Больше 20 могил ветеранов для тысячного населения поселка Борск – это много. Семь из них до последнего времени были бесхозные, потому что в живых не осталось никого из родственников. Людмила Михайловна сторожил поселение. Она росла на глазах ветеранов, у могил которых сейчас стоит. Говорит, следить за захоронениями сначала пытались сами, но время берет свое. Небольшие холмики, без памятников и имен. Вот и все, что напоминало о героях. Люди воевали, что и никого нет, никто не остался, что понятно, просто как-то обидно. У меня вот и отец был участником войны, поэтому я как-то всех этих я очень близко воспринимаю. Мне кажется, что надо, чтобы люди помнили, знали, потому что скоро уже совсем ничего никто не будет знать. Восстановить захоронения удалось за счет спонсора. Новый памятник, его эскиз разрабатывали специально оградка. Где-то пришлось прямо на могилах выкорчевывать деревья. Так они выглядят сейчас. Всего 15 захоронений на кладбищах в Борске и Шелинке. Сделать это своими руками, говорят местные администрации, не получилось бы. Денег в бюджете действительно не хватает, и поэтому мы не можем страчивать никакие деньги из бюджета на содержание таких могил. С Вадимом и с могилой, чем проехали на кладбище, сами посмотрели, не сфотографировали. Мы по каждой могиле обговорили, что конкретно, какие виды работы будут делать. И все, работа пошла очень быстро. У нас уже к августу месяцу могилы все были приведены в порядок. Проект начал частный предприниматель в прошлом году по всему краю, восстановив за прошлый год несколько сотен могил ветеранов. А это уже ветеранские захоронения на кладбище «Бодолык» в Красноярске. Сюда спонсорская помощь не дошла, хотя оказать ее пытались. В мае прошлого года в департамент городского хозяйства было направлено такое же предложение – бесплатно привести в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны. Но оттуда пришел вот такой ответ – такие могилы никто не считал, и где они находятся – неизвестно. А спустя два дня тем же самым департаментом городского хозяйства был подписан муниципальный контракт на восстановление и благоустройство воинских захоронений за 1 миллион 600 тысяч бюджетных рублей. Просто возникает вопрос. На предложение провести эту работу бесплатно у нас таких сведений нет, а за деньги, за бюджетные деньги, они проводятся. Просто мне вот чисто по-человечески непонятно. Руководитель департамента городского хозяйства – бывший военный. Каким цинизмом 9 мая он будет выступать перед ветеранами и говорить, что они помнят их? Как так получилось, что бесплатно не надо, а за бюджетные деньги – пожалуйста, мы спросили в департаменте городского хозяйства. Дать ответ там пообещали в ближайшее время. И, возможно, уже завтра там ответят, почему не в конкурсной документации мэрии, не в акте о выполненных работах, не указано, где именно благоустройство за бюджетные средства было проведено. Хотя бы на каком кладбище эти 77 восстановленных могил. Потому что в отчетных документах этих сведений нет. А пока мэрия игнорирует предложение о безвозмездной помощи, еще 600 захоронений будут восстановлены в этом году. Но вновь не в Красноярске. Виктория Лопатайте, Павел Тюкавкин. Новости ТВК.